Андрей Секретарёв заглядывает в окна Выборгского роддома, надеясь увидеть там свою Светлану и их сына Никиту. Минувшей ночью он почти не спал, всё представлял себе эту встречу. У Андрея инвалидность, он не может разговаривать. Хотя только взглянув на его счастливое лицо, становится понятно, что происходит в душе новоиспечённого папы. И слова уже не нужны. Разделить с ним радость момента пришли родные и друзья из районной общественной организации инвалидов «Фаворит Плюс». Ольга Секретарёва вспоминает, когда три года назад её сын и Светлана познакомились в интернете, у него словно выросли крылья. Их отношения развивались на глазах у родителей Андрея, с которыми пара живёт под одной крышей. Новость о том, что у ребят будет ребёнок, взволновала и обрадовала бабушку с дедушкой. Как-то вот неожиданно было, хотя бабушка я уже третий раз. Ну, как-то не думала, что они всё-таки решатся на это. Ну, решились. Молодцы. Как не поддержать их? Это их решение. Бог дал. Поэтому пусть растёт. Беременности рода прошли у Светланы спокойно. Никита появился на свет весом 2 килограмма 950 граммов и ростом 50 сантиметров. За пятилетнюю историю общества «Фаворит Плюс» – это первый случай, когда у пары, состоящей в организации, родился ребёнок. Настолько был волнительный, настолько было радостно. И вообще просто мне хотелось Андрюху взять и на руки покружить его. Ну, очень молодцы ребят. Несмотря на то, что они оба с инвалидностью, они замечательная пара. Самое, что я хочу, главное, так сказать, пожелать ребятам – здоровья, здоровья, ещё раз здоровья и им, и малышу. Наконец настал волнительный момент – встреча папы с сыном. Бабушки и дедушки, а также старший сын Светланы спешили познакомиться с новым членом семьи. Молодая мама рассказала нам, что Никита – долгожданный ребёнок, о котором они с Андреем мечтали. Чувствовала восторг, радость, переживание. Ну, эмоций много, очень сложно всё передать, конечно, словами. Андрей – вратарь футбольной команде «Фаворит Плюс». Также играет в дартс и бочу. Сына он непременно приведёт в спорт. На прощание Светлана дала один совет влюблённым с ограниченными возможностями здоровья, но безграничной верой в чудо. Не бояться, как бы стремиться к этому, конечно, идти возможными путями к этому. И тогда всё хорошо будет. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город».